Голова 5. Один конец огромной конюшни был почти до потолка завален свежим сеном. Тут же стояли вилы с четырьмя зубьями. Сено выселось горой, спускавшееся к другому концу конюшни, и здесь было свободнее, не доверху заваленное место. По сторонам тянулись стойла, а между перегородками виднелись лошадиные морды. Было воскресенье. Лошади отдыхали, они тыкались мордами в кормушки, били копытами в деревянные перегородки, извинили уздечками. Солнце проглядывало сквозь щели в стене и яркими полосами ложилось на сено. В воздухе летали мухи, лениво жужжав жаркую послеполуденную пару. Снаружи раздавался звон подковы о железную стойку и одобрительные или насмешливые крики игроков, а в конюшне было тихо, душно и жужжали мухи. Лени был один. Он сидел на стене подле ящика с щенками в том конце конюшни, где сено было навалено не доверху. Сидел на стене и разглядывал мертвого щенка, который лежал перед ним. Разглядывал долго, потом, протянув огромную ручищу, погладил его от головы до хвостика и тихо спросил. — Отчего ты и сдох? Ты же не такой маленький, как мышь, и я не очень сильно тебя гладил. Он приподнял голову щенка, поглядел на его морду и сказал. — Тоже, наверное, не позволят мне кормить кроликов, ежели узнать, что ты сдох. Он вырыл ямку, положил туда щенка и прикрыл его сеном, но продолжал, не отрываясь, смотреть на холм. Он сказал. — Но я не натворил ничего такого, чтобы бежать и прессаться в кустах. Нет, это еще ничего. Скажет Джорджу, что щенок сам издох. Он откопал щенка, осмотрел его и снова погладил от головы до хвоста. Потом горестно продолжал. — Но Джордж все равно узнает. Он навсегда все узнает. — Он скажет. Это ты сделал. Не вздумай морочить мне голову и скажет. За это ты не будешь кормить кроликов. Вдруг он рассердился. — Как тебе несовестно? — воскликнул. — Почему ты издох? Ты не такой маленький, как мышь. Он схватил щенка, швырнул его в сторону и отвернулся. Потом сел, наклонившись вперед, и прошептал. — Теперь я не буду кормить кроликов. Джордж мне не позволит. От горя он медленно раскачивался взад-вперед. Снаружи послышался звон подковы, а потом несколько голосов. Ленин встал, снова подобрал щенка, положил его на сено и сел. Он опять погладил щенка. — Ты еще маленький, — сказал он. — Мне говорили столько раз, что ты маленький. Но я не знал, что тебя так легко убить. Он потрогал пальцами мягкое щенячье ухо. — Может, Джордж все-таки не очень рассердится, — сказал он. — Ведь про того сукиного сына он сказал это ничего. Из-за крайнего стойла появилась жена Кудряша. Она подкралась тихонько, и Ленин ее не видел. На ней было то же самое яркое бумазейное платье и мягкие туфли, украшенные страусовыми перьями. Лицо ее было сильно нарумяняно, и все локоны колбаски висели на своих местах. Она молча подошла вплотную к Ленин. И только тогда он поднял голову и увидел ее. В испуге он быстро зарыл щенка в сено, потом бросил на нее враждебный взгляд. — Что ты здесь делаешь, дружок? — спросила она. Ленин смотрел на нее сердито. — Джордж велел держаться от вас подальше, не разговаривать с вами и вообще ничего такого. Она засмеялась. — Джордж всегда там и распоряжается. Ленин потупил глаза. Он сказал, что не позволит мне кормить кроликов, ежели я стану разговаривать с вами. — Боится, как бы Кудряш не изъярился, — тихо сказала она. — Ну так вот, у него рука на перевязи, и ежели он к тебе пристанет, ты можешь сломать ему и другую. И не плети мне байку, будто рука у него попала в машину. Однако Ленин твердо стоял на своем. — Ну уж нет, я не буду с вами разговаривать. Женщина опустилась на колени рядом с ним. — Послушай, — сказала она, — сейчас все играют в подкову, еще четырех нет. Они ни за что не бросят игру, покуда не доиграют кон. — Почему же мне нельзя с тобой разговаривать? — Мне ведь не с кем разговаривать, я так одиноко. — Но я не должен говорить с вами, — настаивал Ленин. — Я одиноко, — повторила она. — Ты можешь разговаривать с кем хочешь, а я ни с кем, кроме Кудряша, иначе он бесится. Как думаешь, весело это ни с кем не разговаривать? — Но я не должен. Чего ж боится, что я попаду в беду? — Она переменила разговор. — Чего это у тебя там закопано? И так далее Ленин снова охватила тоска. — Это мой щенок, — сказал он горестно. — Мой щеночек. И он смахнулся щенка сена. — Да он ведь мертвый, — воскликнула она. — Он был такой маленький. Я хотел только поиграть с ним. И он притворился, будто хочет кусить меня, а я будто хочу его шлепнуть. И шлепнул. А потом он был уже мертв. — Она стала его утешать. — Не горчайся. Он ведь всего-навсего щенок. Возьмешь другого. Здесь их полным-полно. — Я не про это, — сказал Ленин жалобно. — Теперь Джордж не позволит мне кормить кроликов. — Ну почему? — Он сказал, что если я еще чего-нибудь натворю, он не позволит мне кормить кроликов. Она придвинулась ближе и заговорила успокаивающе. — Ты не бойся. Это ничего, что ты со мной разговариваешь. Слышишь, как они там кричат? У них на кону четыре доллара. Ни один с места не сойдет, покуда игра не кончится. — Если Джордж увидит, что я разговариваю с вами, он мне задаст жару, — шепнул Ленин опасливо. Он так и сказал. Лицо я стало злым. — Почему со мной так обращаются? — крикнула она. — Почему я не имею права ни с кем разговаривать? За кого они меня считают? Ты такой славный. А чего же мне нельзя поговорить с тобой? Я тебе ничего плохого не сделаю. Но Джордж говорит, что из-за вас мы попадем в беду. — Глупости, — сказала она. — Что я тебе плохого сделаю? Но известное дело, им всем на меня наплевать. Они и знать не хотят, каково мне живется здесь. А я тебе вот чего скажу. Я не привыкла к такой жизни. Я могла бы кое-чего добиться. И, может, еще добьюсь, — добавила она с угрозой. И она заговорила быстро, увлеченно, словно спешила высказаться, пока ее слушают. Я жила в самом Соленасе. Меня туда еще девочкой привезли. Как-то в Соленас приехал на гастроли театр. И я познакомился с одним актером. Он сказал, что я могу поехать с ихним театром. Но мать меня не отпускала. Говорила, что я еще мала. Мне тогда всего 15 лет было. Но тот актер звал меня. И будь уверен, если б я уехала, уж я б не жила вот так, как сейчас. Лейни гладил мертвого щенка. У нас будет маленькая ранчо. И кролики. Но она спешила рассказать о себе, прежде чем ей помешают. А в другой раз я встретила еще одного человека. Он в кино работал. Я ходила с ним танцевать в приличный дансинг-холл. И он сказал, что поможет мне устроиться в кино. Сказал, что я самородок. Что он в скорости вернется в Голливуд и напишет мне. Она испытывающе взглянула на Лейни. И хотелось знать, произвело ли это на него хоть каком-нибудь впечатлении. Но я так и не дождалась письма, сказала она. Сдается мне, мать его перехватила. Но я не хотел оставаться там, где ничего нельзя добиться в жизни. Да еще и письма перехватывают. Я напрямки спросила мать, перехватила она письмо или нет же. Она стала отпираться. А потом я вышла за кудряша. Мы как раз тот самый вечер познакомились с ним в дансинге. Ты меня слушаешь? Я? Само собой. Сейчас я тебе такое скажу, чего еще ни одной живой душе не говорила. Может и не надо было, да уж ладно. Я не люблю кудряша. Он плохой. После этого признания она пододвинулась колени и села вплотную к нему. Я могла бы сниматься в кино и носить красивые платья, как другие актрисы. Могла бы жить в роскошных отелях и за мной гонялись бы фотографы. И я ходила бы на все просмотры и выступала по радио. И это не стоило бы мне ни цента. Потому что я была бы киноактрисой. И носила бы красивые платья, как все они. Недаром же тот человек сказал, что я самородок. Она посмотрела на Ленни и красиво повела рукой, показывая, что умеет играть. Пальцы ее описали в воздухе плавную дугу. Мизинец изящно оттопырился. Ленни глубоко вздохнул. На дворе раздались звон подковы и одобрительные крики. Кто-то удачно сыграл, сказала она. Солнце садилось, и светлые полосы ползали по стене, подымаясь выше ясель и лошадиных голов. «Может, ежели я унесу щенка и выброшу его, же ж ничего не узнает», сказала Ленни. «И тогда он позволит мне кормить кроликов». «Неужто ты ни о чем другом, окроме кроликов, думать не можешь?» Сердито спросила она. «У нас будет маленькая ранча», терпеливо объяснал Ленни. «Будут сад и лук, а на нем люцерна для кроликов, и я буду брать мешок, набивать люцерна и нести кроликам». «А почему ты так любишь кроликов?» Ленни долго думал. Прежде чем нашел объяснение, он осторожно пододвинулся к ней. «Я люблю гладить все приятное. Один раз на ярмарке я видел пушистых кроликов, и я знаю, их приятно гладить. Иногда я гладил даже мышей, ежели бы не было ничего получше». Женщина испуганно отодвинулась от него. «По-моему, ты спять». «Нет», — серьезно возразила Ленни. «Джош говорит, что нет, просто я люблю гладить все приятное, мягкое». Она немного успокоилась. «А кто этого не любит?» — сказала она. «Всякий любит. Я вот люблю щупать шелк и бархат. Леня радостно засмеялся. Еще бы! И у меня когда-то был бархат. Мне его дала одна женщина, и эта женщина была... была... моя тетя Клара. Она дала мне вот такой кусок. Был бы он у меня сейчас». Леня нахмурился. «Но я его потерял. Уже давно». Женщина засмеялась. «Ты спятил». «Но все одно, кажется, ты очень славный. Просто большой ребенок. Кажется, я тебя понимаю. Иногда я, как стану причесываться долго, сижу и глажу свои волосы, потому что они мягенькие». И чтобы показать, как она это делает, женщина провела рукой по своим волосам. «У некоторых волосы жесткие», сказала она самодовольная. «Здесь, к примеру, хоть кудряша. У него волосы совсем как проволоки, а у меня мягкие и тонкие, потому что я их частенько расчесываю. От этого они делаются еще мягче. Вот, пощупай». Она взяла руку Лени и положила ее себе на голову. «Пощупай». «И убедись сам, какие они мягкие». Огромная ручища Лени начала гладить ее волосы. «Только не растрепи меня», сказала она. «Ох, да чего приятно», сказала Лени и стал гладить сильнее. «Да чего же это приятно? Осторожней, ты меня растрепляшь». Потом она сердито прикрикнула. «Да перестань же, ты совсем меня растрепал». Она дергала головой, но пальцы Лени все крепче прижимались к ее волосам. «Пусти!» — скрикнула. «Слышишь, пусти!» Лени был в смятении. Лицо его исказилось, она завизжала. И тогда Лени свободной рукой зажал ей рот и нос. «Пожалуйста, не кричите! Ну, пожалуйста, не надо, Джордж рассердится!» Она отчаянно билась в его руках. Ноги ее колотили по сену, она извивалась, пытаясь освободиться. И из-под ладони Лени вырывались приглушенные стоны. Лени заплакал от страха. «Ну, пожалуйста, не надо! Джордж скажет, что я опять чего-то натворил. Он не позволит мне кормить кроликов». Он слегка отпустил руку и сразу же раздался ее хриплый крик. Тогда Лени рассердилась. «Перестаньте!» — сказал он. «Я не хочу, чтобы вы кричали. Из-за вас я попаду в беду. Джордж так и сказал. «Перестаньте же!» А она все вырывалась, и в глазах у нее застыл ужас. Тогда он встряхнул ее все больше сердясь. «Не кричите!» Сказал он и снова встряхнул ее. Она забилась, как рыба. А потом вдруг затихла, потому что Лени сломал ей шею. Он посмотрел на нее и осторожно отнял ладони с ее рта. «Я не хотел вам делать больно!» — сказал он. «Но Джордж рассердится, если вы будете кричать!» Она не отвечала, не двигалась, и тогда он склонился на дни. Он приподнял ее руку, потом опустил. Сперва он как будто был только удивлен, потом прошептал со страхом. «Я чего-то натворил!» «Я опять чего-то такое натворил!» И стал забрасывать труп сеном, покуда не завалил до половины. Со двора донеслись крики, двойной удар подкову. И тут Лени впервые подумал о том, что происходит там, на дворе. Он присел на корточке и прислушался. «Я и впрямь чего-то натворил!» «Не надо мне было этого делать!» Джордж рассердится. И он сказал, «Спрячься в кустах и дожидайся меня!» Он рассердится. «В кустах дожидайся меня!» Так он сказал. Лени повернулся и взглянул на мертвую, полузаваленную сеном женщину. Щенок лежал рядом с ней. Лени взял его в руки. «Я его выброшу!» — сказал. «И без того худо!» Он сунул щенка за пазуху, на четвереньках подполз к стене и поглядел сквозь щель на игроков. Потом ползком обогнул ближнее стойло и скрылся. Солнечные полосы поднялись теперь высоко по стене. Конюшня была залита мягким вечерним светом. Жена кудряша лежала на взвечь, прикрытая сеном. В конюшне было тихо, и на всем раньше царила предвечерная тишина. Даже звон подковы и крики игроков казалось стало тише. Сумрак постепенно окутывал конюшню, хотя на дворе было еще совсем светло. В отворенную дверь влетел голубь, покружил под потолком и снова вылетел на волю. Из-за крайнего стойла вышла овчарка, длинная поджарая, с тяжелыми отвисшими сосцами. Не даяя до ящика, где лежали щенки, она почуяла мертвечину, и шерсть у нее на загривке встала дымом. Она заскулила, на брюхе подползла к ящику и прыгнула в него, к щенкам. Жена Кудряша лежала, полулюзаваленная сеном, ожесточенность, тревога, тщеславие. Всего этого как бы ни и бывало. Она стала теперь такой милой, такой простой, и ее личико казалось нежным и юным. Нарумяненные щеки и накрашенные губы оживили его, словно она лишь задремала. Локоны, похожие на колбаски, разметались по стену вокруг головы. Губы были приоткрыты. Как это иногда бывает, время вдруг на миг остановилось, замерло. И звон смог, и движение прекратилось, и длилось это много, много долгих мгновений. Потом время ожило, и медленные подступы двинулись дальше. Лошади забили копытами в своих стойлах, и зазвенели уздечки, голоса снаружи стали громче и звонче. Из-за крайнего стойла послышался голос старикоплю. «Лени!» — позвал. «Эй, Лени!» «Ты здесь, что ли?» «Я придумал еще кое-что. Мы могли бы Лени!» Старик Плюм появился из-за крайнего стойла. «Эй, Лени!» — позвал он снова, и вдруг остановился, как вкопанный. Он потер культей следую щетину на щеке. «Я не знал, что вы здесь!» — сказал он, Женя Кудряша. Она не откликнулась. Тогда он подошел ближе. «Не гоже вам тут-то спать!» — сказал он укорительно. Потом подошел вплотную и... «О, Господи!» Он беспомощно огляделся и потер подбородок. Потом резко повернулся и выбежал из конюшни. Конюшня давно уже вся ожила. Лошади били копытами, фыркали, жевали соломенную подстилку, извинили уздечками. Вскоре Плюм вернулся. Следом за ним поспешал Джош. «Так чего такое ты хотел мне сказать?» — спросил он. Плюм указал на лежащую женщину. Джош в недоумении уставился на нее. «Чего это с ней такое?» — спросил он. Потом подошел поближе и сказал, как Плюм. «Слово в слово!» «О, Господи!» Он опустился рядом на колени и приложил руку к груди женщины. Когда же он наконец встал? Медленно и с трудом. Лицо у него было каменное, а взгляд застывший. «Кто же это мог сделать?» — спросил Плюм. Джош взглянул на него пустыми глазами. «Ты что, не понял разве?» — спросил он. И Плюм сразу смолв. «Я должен был это предвидеть», — сказал Джош, беспомощно озираясь. «Я в душе чувствовал, что так оно и будет. Что же нам теперь делать, Джош? Что же делать?» Джош ответил не сразу, после долгого молчания. «Вот что. Надо мне рассказать им всем. Надо мне поймать его и посадить под замок. Нельзя дать ему улизнуть, ведь этот дурак разнесчастный в скорости помрет с голоду». Тут он сам попытался ободрить себя. Может, они его не тронут, просто посадят под замок и всех делов. Но Плюм воскликнул взволнованно. «А по-моему, надо бы нам помочь ему сбежать. Ты не знаешь Кудряша. Кудряш захочет его линчевать и забьет насмерть». Джордж пристально смотрел, как шевелятся губы Плюм. «Да», — вымолвил он наконец. «Да, Кудряш так и сделает. И другие тоже». Тут он снова взглянул на мертвую женщину. А Плюм заговорил о том, что волновало его больше всего прочего. «Но мы же с тобой все одно купим ранчо. Ведь правда, Джордж? Переедем и заживем там. Ведь правда, Джордж? Ведь это правда». Но еще прежде, чем Джордж ответил, Плюм потупил голову и уставился в пол. Он сам все понял. Джордж тихо сказал. «Сдается мне, я предвидел это с самого начала. Сдается мне, я предвидел, что этому никогда не бывать. Он любил слушать про это. И я сам поверил». «Стало быть, все кончено?» Спросил Плюм с тоской. Джордж не ответил. Помолчав, он сказал. «Поработаю до конца месяца. Получу свои полсотни долларов, да закачусь на всю ночь к девчонкам. Или буду сидеть в бильярдной до тех пор, покуда все не разойдутся по домам. А потом вернусь. И буду вкалывать еще с месяц и получу еще полстать монет». Плюм сказал. «Он такой славный. Никогда бы не подумал, что он может такое натворить». А Джордж все смотрел на женщин. «Лень не сделал это без умысла», сказал наконец он. «Он частенько бывало, натворить чего-нибудь навсегда без умысла». Джордж выпрямился и повернулся к Плюму. «А теперь слушай. Надо сказать им всем. Они известны его и злые. Тут уж ничего не поделаешь. Может, они его не убьют». И он обронил с ненавистью. «Я не дам им убить Ленни. Слушай, ты. Они могут подумать, будто и я в этом деле замешан. Сейчас я пойду в барак, а малость погодя, ты выйдешь и скажешь всем про нее. Потом приду и я, будто я ничего не видел. Сделаешь это? Тогда никто на меня не подумает». «Само собой, Джордж», ответил Плюм. «Само собой сделаю». «Ну и ладно. Тогда обожди маленький, а потом выбежишь и скажешь так, будто только что ее нашел, а я пойду в барак». Джордж повернулся и быстро вышел из конюшни. Старик Плюм проводил его взглядом. Потом беспомощно поглядел на женщину, и вся его досада вдруг излилась в словах. «Ты потаскуха разнесчастная», сказал он со злобой. «Добил я своего? Тепор небось рада. Все знали, что с тобой не миновать беды. Какой от тебя был толк? И теперь нету толка, дрянь ты паскудная, задрыга». А он схлипнул, а голос его задрожал. «А я мог бы работать на огороде и мыть посуду для друзей?» Он помолчал, потом продолжу заученным тоном, снова повторяя те же слова. «А ежели приедет сырок или будет бейсбольный матч, мы пойдем туда, скажем черту работу, туда и пойдем, и ни у кого не будет спрашивать. У нас будет свинья и куры, а зимой пузатая печка и дождь, и мы будем сидеть у печки». Глаза его затуманили слезы. Он портер культю о щетинистую щеку, повернулся и побрел к двери. Шум игры смог, послышались удивленные крики, быстрый топот ног, и в конюшню ворвались люди. Рослый Карлсон, молодой Уит, кудряш и горбун, который держался позади всех. Потом вошли плюм, а последний Джордж. Джордж успел надеть свою синюю куртку, застегнулся на все пуговицы и низко надвинул на лоб черную шляпу. Мужчины, обогнув крайнее стойло, в пару мраке отыскали глазами убитую и остановились. Потом Рослый потихоньку подошел и пощупал у нее пульс. Он коснулся пальцами ее щеки, подсунул руку под вывернутую шею. Когда он выпрямился, все толпясь подступились ближе. Чары были разрушены. Кудряш взъярился. «Я знаю, чьих это рук дело!» заорал он. «Да вот здоровейного сукина сына! Кроме его некому, ведь все остальные играли в подкову!» И он начал все пущий себя распалять. «Ему от меня не уйти! Вот только возьму ружье! Своей рукой перестрелю мерзавца! Кишки ему выпущу! За мной, ребята!» Он в ярости выбежал из конюшни. Карл сказал, «Побегу возьму револьвер!» И выскочил вслед за ним. Рослый медленно повернулся к Джорджу. «Видать, ты за правду лень из дела!» Сказал он. «У нее шея сломана! С ленью такое станется!» Джордж не ответил. Только кивнул. Шляпа его была надвинута низко на самые глаза. «Может, это случилось как тогда? Выйди! Помнишь, ты рассказывал?» Продолжал Рослый. Джордж снова кивнул. Рослый сказался вздохом. «Что ж, придется его изловить. Как думаешь, где он?» Джордж ответил не сразу, с трудом выдавливая из себя слова. «Он...» «Наверное, он пошел на юг. Мы пришли с севера, так что теперь он должен был пойти на юг. Придется его изловить», повторил он. Джордж подошел к нему вплотную. «А нельзя не будет привезти его сюда да посадить под замок. Он ведь чокнутый. Сделал это без умысла». Рослый кивнул. «Можно, ежели только удержать от кудряша. Но кудряш непременно хочет его пристрелить. Кудряш не забыл про свою руку. Но даже если лень не посадит под замок, то отхлещут ремлем и навсегда упекут за решетку. «Хорошего тут мало, Джордж». «Знаю», вызвался Джордж. «Знаю». В конюшню вбежал Карлсон. «Этот подлец украл мой револьвер», крикнул он. «Его нет в мешке». Вслед за ним вошел кудряш, неся в здоровой руке ружье. Теперь он был спокоен. «Ничего, ребят», сказал. «У Черномазова есть дробовик. Возьми, Карлсон. Как увидишь его, смотри, не упусти. Пали прямо в брюхо. Он сразу и свалится». «А у меня вот нет ружья», сказал Уитт с досады. «Ты поезжай в Соледат и сообщи в полицию», сказал кудряш. «Привези сюда Ола Уиттса, помощника шерифа. Ну двинули». Он подозрительно глянул на Джорджа. «И ты тоже с нами пойдешь». «Да», сказал Джордж. «Пойду». «Но послушай, кудряш, ведь он бедняга полоумный. Не убивай его. Он сам не знал, чего делает». «Не убивать?» заорал кудряш. «Да у него револьвер. Пристрелим его доедило с концом». «А что, ежели Карлсон сам подзял револьвер?» «Я его видел сегодня утром», сказал Карлсон. «Нет уж, дело ясное, его украли». Рослый все стоял, глядя на жену кудряша. Он сказал, «Кудряш, может тебе лучше остаться здесь с ней?» «Нет, я пойду», сказал он. «Я выпущу этому подлецу все кишки. Сам это сделаю, хоть у меня только одна рука здорова. И ему теперь не уйти». Рослый повернулся к старику Плюм. «Ну, тогда станься хоть ты с ней, Плюм, а мы пойдем». И они ушли. Джордж задержался подле Плюма. Оба смотрели на мертвую женщину. Но тут кудряш крикнул, «Эй, ты, Джордж, не отставай, а то как бы мы про тебя чего не подумали». Джордж медленно побрал следа, едва волоча ноги. Когда они ушли, Плюм присел на корточке, разглядывая мертвое тело. «Бедняжка», сказал он шепотом. Шаги и голоса затихли вдали. В конюшне становилось все темнее. Лошади в стойлах били копытами и звенели уздечками. Старик Плюм лег на сено и прикрыл глаза рукой.